Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник, человек, который работает в главной экономической скрепе нашей современной России, в нефтяной отрасли. И он представляет собой ООО «Лукойл» Западная Сибирь, это заместитель генерального директора по георазведке Мазитов Марат Рафаилович. Как вы поняли уже по имени, отчеству и по фамилии, перед нами человек из Татарстана, наш человек в Лукойле. Земляк. Здравствуйте. Здравствуйте. Марат Рафаилович, вот сразу к делу. Вы уроженец Татарстана. Как вы туда попали, Лукойл? Расскажите о себе. Ну, моя судьба, она схожа с судьбой многих моих коллег. Вот в то время, когда Западная Сибирь поднималась, все, наверное, знают тот период, это конец 70-х, начало 80-х, когда часть Западной Сибири была отдана Татарстану, часть Башкортостану, а часть самарские геологи помогали и закрывали своими кадрами. Ну, вот мои родители в волне как раз татарской волны и попали в это место. Очень интересно. То есть, помните, была такая поговорка, что не в Западной Сибири, 3Т, такая формула 3Т, разрабатывали, осваивали, это татары, татры, это такой грузовик, ну и, по-моему, даже топоры, там третья часть. И вот куда без татар. И выходцы из Татарстана тогда вплотную участвовали в создании вообще самого акционерного общества «Лукойл». Наверное, по-моему, через два года будем отмечать 30 лет, когда образовалось. Нет, в этом году. В этом году? О, 91-й год это только... В 93-м было акционирование, насколько я помню. Нет, в 91-м. В 91-м? И у вас 30 лет. Это, собственно говоря, многие выходцы из Татарстана. Татары очень здорово участвовали в этом проекте. Для наших телезрителей я хочу сказать, что ООО «Лукойл Западная Сибирь» это одно, если не самых ведущих, то, наверное, самое ведущее подразделение в «Лукойле», потому что здесь, во-первых, идет добыча. 40% всей добываемой нефти «Лукойл» добывают именно они в этом подразделении. И, собственно говоря, это сердцевина, откуда, собственно говоря, и образовался «Лукойл». Даже само слово «Лукойл» состоит из трех заглавных букв. «Лукойл» — это «Лунгипас», «У» — это «Урайнефтегаз», и «К» — это «Коголымнефтегаз». Вот эти три подразделения, которые входят в состав «Лукойл Западной Сибири», они как раз сейчас дали толчок, тогда еще, 30 лет назад, дали толчок к оборудованию транснациональной корпорации, не побоюсь этого слова. «Лукойл» — это «Лукойл» не только российская компания, но и большими совершенно мощностями и сетью в США, в Европе, с проектами на Ближнем Востоке, где только «Лукойла» нет. Но мы опять-таки говорим о сердцевине, откуда «Лукойл» вырос, откуда «Лукойл» стал, откуда он образовался. И Марат Рафаэльич, вот как вы попали в «Лукойл», то есть вы закончили наш Казанский КГУ, Казанский государственный университет по специальности геологии нефтегаза. И вот так вот выпускник попадает туда и начинает работать в системе, в этой как раз сердцевине. Скажите, какое хозяйство вообще, геологическое хозяйство ООО «Лукойл» Западная Сибирь? Спасибо за вопрос. Сколько месторождений, сколько? Вот хочется масштабы представить. Мы входим в так называемые «голубые фишки» в нашей стране наравне с нашими коллегами «Газпромнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз». И мы, в общем, у нас на данный момент 122 лицензионных участка, порядка 78 месторождений в разработке, 21 месторождение у нас сейчас в разведке и поиске. Но они, как правило, уже спутники, не такие крупные, там до 5 миллионов есть, там редкое количество, до 8-10 миллионов. Так в целом мы, конечно же, разрабатываем, разведываем участки, которые были еще открыты нашими отцами. То есть то, что открывали еще в Советском Союзе, это 70-е годы, 78-е, Салманов, может быть, слышали, первооткрыватель. А что касается истории, то производственное управление «Газпромнефтегаз» — это было в свое время структурным подразделением «Татнефти» и с базированием в городе «Газпромнефтегаз». Вот, ну, собственно говоря, понятно, откуда татары там взялись. Хотя там есть и местные татары, они в городе Тобольске, там у них целый англав прям. И, собственно говоря, вообще, татарский вклад, он здесь действительно очень большой. Но вот вы закончили КГУ, и, скажите честно, знания, полученные тогда в КГУ, соответствовали, помогли вам? Или пришлось чему-то учиться заново, переучиваться? Вот бывает такая трагедия у выпускников? Ну, была, значит, такая проблема, она, наверное, у всех. Значит, нас учили, больше академических знаний давали. Несмотря на то, что мы проходили практики и в процессе учебы, летней практики, тем не менее, придя на производство, остро не хватало понимания именно вот технологии, техники, то есть то, что в простонародье называется железом, вот этого не хватило. А я это все решил радикальным способом. Я сразу попросился, чтобы меня поставили мастером подземного ремонта скважин, потом мастером капитального ремонта скважин. И уже потом, я когда понял, что я уже понимаю, как это все происходит, меня перевели уже промысловым геологом в цеховое подразделение, в цех добычи нефтегаза. Вот принято считать, что вот эти месторождения, с которых начинался Лукоил, они уже действительно старые, выработанные, высокообводненные, что существует достаточно уже, существует такое мнение, что это уже ресурс выработан практически. Но скажите, это так, или все-таки есть новые месторождения? Что там можно нового уже за столько лет советской власти найти? Ну, да, эволюция, развитие нефтегазового дела в Западной Сибири, она исходила уже из чего? Были открыты меловые месторождения в меловых отложениях. Это достаточно высокопродуктивные, хорошие месторождения с хорошими притоками, которые вот за 30 лет, 35 лет были выработаны. А сейчас мы уходим глубже, мы уходим на юрские объекты, мы уходим на юрское основание изучаем, в общем, стараемся везде, где мы сейчас работаем, найти, использовать максимально ту инфраструктуру, которая сейчас сформировалась. Для того, чтобы дешевить, с каждым годом все дороже и дороже становится добывать. Но вы и сами это знаете. Вот. Здесь, в принципе, проблемы, проблемы в Западной Сибирской нефти, они, в принципе, очень близки к проблемам Татарстанской нефти. Те же проблемы, что это ресурсы советского периода разведанные, и разработка идет очень уже давно. Есть истощение скважин. Но все-таки, на ваш взгляд, сколько еще лет отпущено Западной Сибирской нефти? Хороший вопрос. По-разному можно к этому относиться. Кто-то считает, оставшиеся запасы делят на текущий уровень добычи и говорит, что у нас там еще 30 лет, 40 лет добычи. Кто-то считает через гидродинамические модели. У нас есть и проектные документы, которые заканчиваются в 2120 году. Вот сейчас новые есть варианты. Это делить добычу, которая накопленная в целом, делить на категорию запасов А. Тоже интересный коэффициент получается. По моему мнению, учитывая, что мы не все еще достаем, понятно, что идет разубоживание месторождения. Большая часть нефти остается в пластах. Есть чем заниматься, лишь бы это было выгодно. Я думаю, наша техника, наша технология, наша наука, она найдет способы и через 30 лет, и через 40 рентабельно добывать эти запасы. Так что я считаю, рано еще списывать углеводородную составляющую из энергетического потенциала нашей планеты. Вот сейчас идет такой тренд к нефтяникам. Такой тренд к нефтяникам начинает предъявлять разного рода требования. Не только к нефтяникам, но и тем, кто добычей ресурсов занят, предъявляет разные требования по части экологии. Год назад на Норильский Никель был достаточно серьезный наезд в связи с нарушением экологии. Ваши месторождения находятся в трудных, доступных участках многие. И вокруг легкие планеты, тайга. И часто можно увидеть какие-то совершенно оценки, что вот варварская идет разработка, и добыча, и происходят нарушения. При разведке такие вещи происходят. Как вы ответите на этот вопрос? Как с экологией? Ну, вы знаете, технология добычи, транспортировки нефти, она сложилась за последние сто с лишним лет. И она особо-то не менялась. В Баку это раньше были деревянные трубы, сейчас это железные, металлопластиковые, просто пластиковые, уже по новым технологиям приготовленные, которые не боятся ни изгибов, ни температуры. Некоторые даже и закапывать-то не надо, лишь бы там только жидкость стекла. Ну, есть проблемы, конечно. Стареют, особенно стареют эти железные трубы, коррозия, ручейковые, всевозможные. Борются ребята, каждый год проводится освидетельствование толщины стенки, и, в общем, состояние сварных швов. Это все проверяется. И стараемся предиктивными методами это все заранее выводить в ремонт, менять участками. В этом плане мы сделали хороший, наверное, рывок, потому что, когда вот еще на заре 90-х годов, когда трубы рвались, было действительно очень все залито нефтью. Все это было сейчас вычищено, трубы заменены, рекультивационные работы. У нас каждый год миллиарды тратим на то, чтобы проводить восстановление плодородного слоя, высаживаем деревья, мальков, в общем, там миллионами исчисляются это все наши работы. Я думаю, что это все делают в той или иной степени. Все мейджоры, все наши коллеги, Газпромнефть, Ростнефть, они, собственно говоря, занимаются тем же самым. То есть теме экология уделяется первоочередной, она имеет первоочередное значение. У нас есть целое управление, которое отвечает именно только за экологическую безопасность. Это управление напрямую подчинено главному инженеру, то есть статус очень высокий и степень реагирования на любые, даже маломальские какие-то аварийные вещи у нас очень высокая. У нас там и беспилотные авиации используются, и обходы, и очень много автоматических задвижек, которые при падении давления тут же сразу же перекрываются, чтобы минимизировать потери, которые мы можем нанести экологии. Хотя вот если посмотреть историю, вообще историю развития планеты, как формировались нефтяные залежи, у нас же очень много залежей, там миллионы-миллионы лет назад они разрушались и разрушались в атмосферу, то есть подвижки земных блоков, трещины, все это уходило наверх. Но тогда не было экологической такой темы. Ну ведь даже сейчас говорят, что глобальное потепление, которое сейчас, как ни крути, оно есть, и называют даже страшные цифры, что мы идем сейчас в целевом форматоре плюс 3,5 градуса Цельсия, и может это привести к тому, что начнут мерзлота таять, начнут льды таять, и там метана, запасы метана, которые там внутри находятся, они могут в атмосферу попасть. Вы ощущаете какие-то итоги этого потепления? Все-таки у вас проходят многие месторождения, и добыча происходит в достаточно тяжелом регионе, с точки зрения вот именно мерзлоты, север, заболоченность крайняя. Ну я понимаю, о чем вы говорите. Что касается мерзлоты, я не думаю, что мы ее растопим. У нас там от 400 до 700 метров это вечно мерзлые породы. Что касается выбросов в атмосферу, я, конечно, не хочу хвалиться, но Лукойл в этой ситуации самый передовой, потому что мы раньше всех перешли на... У нас сейчас утилизация газа это порядка 97-98%, то есть мы практически не жгем факела. Мы сдаем в трубу, это все идет уже в нефтехимию. Вот если говорить о глобальном потеплении, тут, конечно, вопрос есть. Но они затрагивают весь мир, в общем-то. Да, да. Каждая компания реагирует по-разному. Если вы себе мировую литературу наверняка читаете, там зарубежные компании вообще пытаются вывести слово в нефтяное из своего названия, ну чтобы как-то не... Ну мы видим серьезные подвижки. Марат Рафаэль, вообще Лукойл, он сейчас, у него есть своя стратегия декарбонизации. И мы сейчас видим даже некоторые подразделения, такой тренд начался, который оставляет наиболее там загрязнение, их выводят в отдельные структуры. И Лукойл становится чище, становится Лукойл экологичнее и безопаснее. И можно только похвалить такую большую гигантскую компанию за то, что она действительно поворачивается сейчас лицом к экологии, вкладывает в это во все. Действительно большие идеи, большие средства. И мои вам слова уважения, аплодисменты даже в этом плане, потому что сейчас действительно экологическая повестка, она очень... Актуальна. Да, очень важна, актуальна. Но опять вернемся к нашей нефти. Каждый год легкой нефти становится меньше, тяжелой нефти становится больше и больше. Вот эти три трудноизвлекаемые запасы нефти. Какой у вас в ООО Лукойл сейчас примерно процентное соотношение по трудноизвлекаемым и легкоизвлекаемым запасам, можете сказать? На данный момент у нас выработано из этих активных подвижных запасов 68-69, ну под 70%. Трудноизвлекаемых запасов мы порядка сейчас 25%. Мы лет 15 назад начали заниматься этим вопросом и тоже были впереди планеты в России. То есть мы первые начали бурить скважины горизонтальные по интервальному ГРП. И я помню, мы на одном из совместных совещаний в Москве, где присутствовали все компании, сделали доклад по этому поводу. И все были просто удивлены, когда все там по 4, по 5 их пробурили. А мы там уже бурили прям целыми участками. У нас там было порядка 120 на тот момент пробуренных скважин. И мы вдоль, так сказать, линии напряженности и поперек, и количество пропанта, количество стадии тогда меняли. Это все позволило нам начать заниматься юрской нефтью, так называемой. Потом стали заниматься Ачимовскими отложениями. Это тоже все низкопроницаемое. Это все тоже... Пришло ГРП делать, да? ГРП не один раз. У нас есть такое уникальное месторождение Пофовское, может быть, слышали. Там на некоторых скважинах и по 5, и по 6 ГРП сделано. В различных модификациях, с различными вариантами обработки призабойной зоны. Мы там отсекали, специально заглушали высокопродуктивные пропаски, потом проводили ГРП. И все вот эти новшества, они позволяют прирастить запасы на счет более труднодобываемой нефти, начать ее более рационально использовать, то есть доставать, грубо говоря, вообще ее отсюда. Используя уже сложившуюся инфраструктуру, уже начинаем заниматься более труднодоступными залежами. Вот технология, принято говорить вообще, что американцы, особенно они довели вот эту процедуру ГРП до технологического совершенства. Но придумана она у нас была, собственно говоря, эта технология. А американцы сейчас ее во все используют при сланцевой добыче нефти и газа. И думаю, что вот я когда подготовился к передаче, я читал многие материалы, что именно в Лукоиле вот эти вещи, они гораздо раньше американцев появились, на гораздо более трудных участках происходило все это. Одно дело Техас, а другое дело Западная Сибирь. И вот все эти новые технологии, вы, я так понимаю, на месте не стоите. Вы можете сказать, ваши технологии сейчас сопоставимы с американцами, нет? По ГРП? Ну, тут как бы нельзя, конечно. Если говорить на чистоту, то в данном случае американцы идут впереди нас. В основном они идут по той причине, что раньше начали заниматься не самой технологией ГРП, а производство механизмов для ее производства, в общем, проведения. И насосы, и количество пропанта они тоже считали. У них там и по 40, и по 60 даже стадий есть на один горизонтальный ствол. Я даже что слышал, что про 100 стадий. Да, и это тоже. Мы же с ними встречались, мы даже ездили туда к ним, делились опытом, это вот лет 10 назад, и обсуждали эти вопросы. У них 70-80% потери добычи суточной было в первый год. Ну, потому что эти тайт-коллектораты, они так их называют, сланцы. Вот им нужно обязательно потом делать рефраки, бурить рядом стволы, уплотнять сетку. Говорю уже про экологические проблемы, которые там для них только не говорят. У них действительно страшные нарушения в этом были. Но сейчас, я так понимаю, все-таки Лукоил, он совершенствует это все. Я читал неоднократно, что действительно даже те же самые американцы, они уважительно относятся к опыту западно-сибирских нефтяников при разработке, учитывая опять-таки разные совершенно среды и разные условия, где происходит это все. И вот по разведке тоже. А сейчас идет активное проникновение западного инструментария в разведку. То есть там новые приемы каратажа, которые там, типа вот, действительно очень известные компании. Я, насколько знаю, у вас стратегическое сотрудничество с Люмбержа, да? Вот всемирно известная компания. И вот насколько велика сейчас доля западных технологий при разведке и насколько велика доля собственных разработок в этом направлении? Скажите, пожалуйста. Да, это очень хороший вопрос. Мы с ними действительно сотрудничаем уже достаточно давно. они у нас закрывают в основном такое высокоемкие, наукоемкие направления. Мы пользуемся их аппаратурой. Учитывая патентную такую защищенность, мы ее производить сами не можем, поэтому привлекаем их. Хотя на рынке, я знаю, там есть и китайские аналоги. Мы по этому пути не идем. Они чем занимаются? Они занимаются тем, что у них есть приборы, которых нет у нас. Ну, тоже связаны с этой патентной защитой. Они позволяют нам испытывать объекты поинтервально до 30, даже до 40 точек можем исследовать за одну спускоподъемную операцию. То есть можем даже без спуска колонны протестировать объекты и принять решение и не спускать колонны, чтобы не нести потом в дальнейшем затраты. В общем, очень такие хорошие у нас появляются гидродинамические параметры, которые мы потом используем при моделировании гидродинамическом, геологическом. А вот собственные разработки? Собственные разработки у нас... Мы сотрудничаем с такой хорошей компанией, команда геофизических таких людей, КГЛ «Нефтегеофизика». Вот мы там уже, сколько, 77-го года. Вот они, я их считаю, они в России ведущей позиции занимаются с точки зрения методологии, подготовки, логистики. У них приборный парк очень хороший, они его постоянно обновляют. Они сейчас запустили сопровождение прибурения приборы в работу. Вот они, наверное, даже 90% всех потребностей закрываем мы своим парком уже отечественным с помощью этих ребят. Вот, а Шлюмберже, ну, надо просто на кого-то равняться. Только хорошо, что когда рядом есть действительно такие крюфеи, можно многому учиться, совершенствоваться и перенимать опыт. И я уверен, что рано или поздно уже наши свои, это российские Шлюмберже возникнут, такого же уровня, такой же компетенции. И я думаю, что на базе Лукоилы они должны возникнуть. Ну, по крайней мере, при непосредственном нашем участии. Еще такой вот вопрос. Мы много сейчас слышим об арктических проектах. И я, когда готовился, Марат Рафаэльевич, я прочитал, что у Лукоилы был опыт освоения именно арктического шельфа. Это арктический шельф ведь был, да, у вас? Нет, это было непосредственное примыкание к арктическому шельфу. А, было примыкание. У вас был там опыт. И расскажите вообще, как тяжело вот это добыча нефти на приарктическом шельфе, ну, при участках, примыкающих к арктическому шельфу и самому арктическому шельфу. Много говорят про это? Ну да, сейчас же стоит задача загрузить северный морской путь. Чтобы он был рентабельный, там нужно добывать, там, нет, ну, десяток тысяч углеводородов в год. Вот. В этом отношении очень много сил и энергии Роснефть вкладывает и на Латэк, и Газпромнефть. Вот мы, в свою очередь, пробовали свои силы на Восточном Таймыре, брали участок через пролив. От нас там Роснефть работала, занималась, бурила Центральную Ольгинскую площадь, может быть, слышали про нее. Это тот керн, который Игорь Иванович показывал нашему президенту. Вот. То есть опыт, вы уже опыт имеете, да? Опыт имеем, да. И завоз по морскому пути, и работу в тех, ну, суровых условиях. Мы там за два года организовались и завезли туда и буровую, в общем, и подготовили площадки, отсыпали, произвели весь комплекс необходимых работ, вот, для того, чтобы зайти туда, провести сейсмику, пробурить скважину. Ну, я так понимаю, все-таки широкому развитию мешает именно высокая себестоимость подобных проектов, что они имеют смысл, там, при стоимости нефти от 80-100 долларов за баррель, тогда, да, есть смысл вот именно. Но, как ни крути, наверное, когда-нибудь все запасы, все запасы легко извлекаемой нефти закончатся, и человечество пойдет и в Арктику за нефть, и, да хоть на Луну, но вот пока Арктика таким наиболее реальным проектом выглядит, и вы уже делаете там, как бы, разведку, готовитесь к этому этапу, нарабатываете опыт. Безусловно, вы правы, надо иметь эти запасы в виду обязательно, они должны быть, как минимум, доразведаны. Понятно, что пока нет технологий, которые были бы сопоставимы, и чтобы можно было вот за такие, за такую высокую стоимость ее добывать. Вряд ли уже, цена-то будет, там, 80-100, да? Мы так аккуратно все прогнозируем, что это будет 50-60, и вот в этом где-то, в таком коридоре держаться. Поэтому нужна наука, нужна техника, нужно развивать. На месте не стоим. То, что 10 лет назад было, и что сейчас уже разные вещи, я представляю, что будет еще через 10 лет. Поэтому за Арктик и будущее. Там сейчас самое интересное. Вот вы все знаете, там Красноярский край сейчас, да, активно лицензируется. Там, там тоже, да, сейчас находят месторождение, запасы, прирост идет. Там Енисей-Хаттонский региональный прогиб, он очень в этом плане плодовит может оказаться. Сейчас вот в районе его очень много проводится разведочных работ. Там действительно тоже очень дорого. Там ни одним миллиардом стоимость бурения поисковой скважины исчисляется. Поэтому, чтобы принять решение бурить скважину, нужно очень сильно быть уверенным в своей правоте. То есть сухих скважин быть не должно? Ну, без них никак, но стараться, чтобы было меньше всего. Вот, и опять вопрос по людям. Все-таки Западная Сибирь, вот нас смотрят и студенты, которые сейчас, может быть, глядя на вас, вдохновляются и хотят после окончания учебы поехать туда, в Западную Сибирь, попасть на работу в Лукоил. Что вы им посоветуете вообще и каково это вообще жить? В Сибири работать? Тяжело? Ну, на самом деле, тяжелее было, конечно, нашим родителям. Сейчас уже цивилизация семейными шагами к нам идет, пришла уже. В наших вот городах нашего базирования, нашего проживания, это Лукоил, Покачи, Коголым, Урай, это... Мы очень много вкладываем сил и средств в эти города. Может быть, вы слышали там, у нас и дельфинарии есть, и много спортивных объектов есть, и океанариум есть. Ну, наш президент прям очень так поэтически относится к нам, к нашим городам, к среде нашего обитания. Мы стараемся, конечно, там, где мы работаем, мы там, ну, точно не гадим, не зазаряем. Это наша жизнь, мы предполагаем, что еще, ну, лет 45-50 востребована будет эта вся тема. Поэтому, что я могу пожелать? Не бояться трудностей, смотреть на своих родителей, на своих дедов, брать с них пример, и все получится. А вообще, татар много, вот сейчас, вот, в этом, ВОО, Лукоил Западную Сибирь? Ну, я такой статистикой не владею, но и татар много, и башкир много, и... Тоже династии уже, да, тех династий еще остались. С Оренбургской области есть люди, и с Самарской области. В общем... Не бояться? Да, мы даже, для нас вот нету там какого-то такого деления. Мы все праздники празднуем вместе, и христианские, и мусульманские. То есть так же, как в Татарстане? Да, абсолютно верно. очень толерантные в этом плане. И не надо бояться ни климата, главное, верить в себя, учиться, работать над собой. И действительно, вот, ВОО Лукоил Западная Сибирь, это сердцевина, это сердце ВОО, это его родина, откуда все это выросло, и там действительно внимание всего огромного транснационального концерна к этим Западной Сибири, оно первоочередное. И я думаю, что мой вам совет тоже все-таки не тот нефтью едины должны мы жить, но и наши дружественные нашей республики компании Лукоил связаны там тысячами нитей, тысячами переплетений, тысячами судеб. Все-таки есть такой тоже совет, присматривайтесь, смотрите, вся инфраструктура есть, все есть, все для роста есть, молодых поддерживаете? Молодых, конечно. У нас очень большая программа по молодым специалистам. Каждый год сюда приезжают наши кадровики, общаются вот там с Андреем Анатольевичем Терехиным, Данис Карлович очень тоже хорошо так относится к нам. Я не знаю, ну, по-моему, 15-20 человек каждый год проходит практику из Казанского университета у нас. У вас с Казанским университетом давнее, тесное сотрудничество не только, наверное, по рекрутингу, но и по научным программам. Ну, по научным программам они нам больше помогают с региональными работами. Вот. Все остальные научные исследования мы своим собственным подразделением закрываем. У нас есть там там работают и выходцы тоже из Татарии. То есть научный потенциал очень развит, сильный. Татарстан один из основных, мне кажется, кузнец кадров всех причем. Всех направленностей. Химики, физики, йоги. В общем, все, что нужно, все здесь есть. Марат Рафаилич, есть желание в Татарстан вернуться? в Татарстан. мне интересно пока там. Я сюда с удовольствием приезжаю в отпуск. У меня здесь много родственников. И я радуюсь. Вы уроженец Ознакаевского района. Да. Город Ознакаева. Родной город. И я радуюсь, когда вижу положительные изменения во всех городах Татарстана. Вот прям действительно. И мы даже берем пример у вас, как некоторые решения, которые по городу показания, в частности, там по набережной, по подсветке, по освещению. Мы так стараемся тоже подсматривать и потом реализовывать и у нас. Так что все нормально. Но вы пока сели там. Да. Я пока там. где ты востребован, где ты видишь результаты своего труда. Где родители работали. Где родители работали. Я тем более уже живу там больше, чем жил здесь. Поэтому я уже практически хам. Надо идти просить какое-нибудь родовое угодие, чтобы мне тоже выделили. И опять вернемся к сугубо вопросам сугубо добычи нефтегаза, разведки нефтегаза. Вот сейчас в последнее время очень много дебатов идет о изменившемся и меняющемся постоянно налоговом законодательстве в отношении добычи нефти, льгот. Вот почему это происходит все-таки? Почему наше правительство не может понять, что высоко обводненный фонд скважин нельзя его лишать льгот? я может сейчас действительно острый вопрос задаю, но мы тут в Тартане тоже сталкиваемся, то есть проблемы приблизительно одинаковые, потому что и те, и другие, то есть и мы, и Лукоил похожие проблемы испытываем, и вот почему это вот происходит, почему не дают льготы по выработанным месторождением? да, действительно, для многих из нас явилась неожиданностью прошлогодняя отмена льгот на высоковязки нефти, на высоко обводненные продукции, но вместе с этим мы работаем и с министерством, вот наш корпоративный центр, с ними очень на короткой ноге, в части какой разработка всевозможных различных подходов, наук, на НДД так называемый. опять очередное новшество. Достаточно прогрессивный налог с нашей точки зрения, если мы вкладываемся, инвестиции большие вкладываем, то ответ мы же там 50, ну сейчас 50, до этого все 100% они не подвергались налогу обложению, сейчас вернули пока 50%, но это тоже подспорье, то есть мы понимаем, что мы даже если мы где-то промахнемся, и впустую потратим деньги, то часть этих затрат государство берет на себя, то есть рискует вместе с нами, поэтому мне кажется надо в этой части тоже вырабатывать какие-то другие подходы, все же меняется, больше воды добываем, с этим тоже надо что-то делать, больше затрат несем на переработку, на подготовку. и особенно это наверное резко обострилось, вот коронавирусный год тяжелый был, сейчас практически все нефтяные компании, нефтедобывающие компании России, они тяжело выходят из тяжелого прошлого года, плюс наложились опековские ограничения, вот они конечно сыграли свою роль, сейчас цена на нефть очень хорошая, но вот как вы прошли вот этот коронавирусный год, тяжело, как боролись, как сражались, и много, и как вообще у вас коронавирусные инфекции были дела, я может сейчас немножко не геолога разведки задаю вопрос, мы конечно же непосредственные участники всех этих событий, и спрос на нефть упал, и стоимость нефти тогда вы же помните, обвалилась за 25 долларов за баррель, конечно же, когда принято было решение о квотировании, это наверное было единственное правильное решение, и хорошо, что все мировые компании поняли это дело и пошли, да, что касается нас, то мы порядка 25 процентов добычи вынуждены были остановить, то же самое я могу сказать и про наших соседей, и сургут нефтегаз останавливался, газпром нефть, рост нефть, все останавливались, вот, и то, что сейчас как бы все это восстанавливается уже хорошо, то есть вот 60 долларов за баррель, мне кажется, это самая такая нормальная цена, не надо больше, не надо меньше, когда больше, это все равно начинает расхолаживать, когда меньше, это уже начинаешь работать в убыток. Тем более система изымания сверхдоходов, она хоть 150 долларов за ефть, это будет так же, как вот 50, но чуть-чуть больше, конечно, я и утрирую, но для непосредственных трудящихся на земле на это я думаю, Марат Рафаэльич, наверное, не так сильно цена на нефть интересует, сколько все равно заберут в этот фонд национального благосостояния все излишки сверхдохода и больше приходится думать о насущном, о том, как жить дальше, как разрабатывать дальше, вот, и действительно, хочется действительно пожелать вам возобновить все прежние масштабы, увеличить запасы, увеличить добычу нефти, чтобы действительно вовлечение уже вот этих трудноизвлекаемых запасов оно происходило с меньшими потерями, с меньшей себестоимостью и вообще всяческих успехов. Спасибо. Мы татарстанцы болеем за Лукойл, как за наших братьев татарстанцев от нефти Лукойл, это не только два брата, но я еще раз говорю, тысячи связей, тысячи, то есть даже вот приятно выходить из Татарстана заместитель генерального директора Лукойл Западная Сибирь, однокайский парень, КФУ, то есть КГУ тогда назывался, выпускник КГУ, и его судьба она она как ориентир для молодых юношей, девушек обдумывающих житье, все нефтяное отрасли наладится, все будет хорошо, и Марат Рафаэльович не даст соврать, все нефть будет востребована, нефть не кончится, по крайней мере ближайшие 50-60 лет, в том числе и в Западной Сибири, в том числе и в Татарстане, у нас тоже приблизительно вот такие есть, что там есть даже цифры, что 100 лет у нас в Татарстане из Ромашкинского месторождения, оно уникальное по своему разлому, там так это да, я слышал такую теорию, подпитывается, да, что там идет процесс перманентной подпитки, ну и у вас тоже такие же процессы есть, не я просто не хочу в диспут по этому поводу вступать, я как больше наверное за органическую теорию происхождения, тут речь идет о неорганической, ну об этом уже можно потом разговаривать, да, но нефти все равно хватает, хватает на ваш век и на век юных юных и девушек обдумывающих жить ее и поэтому нефть была, есть и будет и люди, которые добывают достойное всяческого уважения, на этой немного пафосной ноте я завершаю наш увлекательный рассказ, сегодня у нас в гостях был замечательный собеседник, заместитель генерального директора ООО Лукоил Западная Сибирь по геологоразведке Мазитов Марат Рафаэль И ваш покорный слуга, журналист КПУ Бигбов Альберт Спасибо большое Спасибо 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 Спасибо